Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к книге пророка Сафунии. Книга эта составлена в самом конце VI века до Рождества Христова В первой строке книги пророк Сафония упоминает своих четырех знатных предков. Сам он был знатным человеком. И далее пишет, что это слово Господне, которое было к нему во дни Иосии, царя Иудейского. Стало быть, это промежуток между примерно 625-27 и примерно 600-м годами до Рождества Христова, когда, собственно, царствовал царь Иосия. Он до 609-го царствовал Иосия. Но исследователи полагают, что содержание книги, собственно, говорит о жизни Иерусалима до воцарения Иосии, и поэтому, скорее всего, она была написана в самом начале его царствования, в самые первые месяцы, может быть, царствования Иосии, до того, как начались те грандиозные события, которые получили традиционное название религиозной реформы царя Иосии. При царствовании предшественников Иосии, Омона, Моносии, Иерусалим погрузился в такую, я бы сказал, мутную трясину религиозного синкретизма. Цари Иерусалима, особенно Моносия, конечно же, были ориентированы в политическом отношении на Ниневию, на Осирию, и осирийская держава, помимо прочего, характеризовалась тем, что она ожидала от всех подвластных народов, что они будут поклоняться ее богам и всячески таким способом демонстрировать лояльность осирийскому царю. Ну и царь Моносии в этом смысле не был исключением, он ввел в Иерусалиме целый ряд культов осирийских, достаточно мало симпатичных самих по себе, да к тому же еще и в любом случае просто языческих культов. Во времена этих предшественников Иосии, по-видимому, находились пророки, которые возмущались этим вторжением язычества, этой изменой завету с богом, но голос их не был слышен, потому что во времена Моносии меч пожирал пророков как лев. Следовательно, мы знаем, что царь и царская власть в это время убивала самым недвусмысленным образом, затыкала рот мечом тем, кто пытался против этой царской политики выступать. Но все же где-то в конце этого периода или, может быть, в самом начале царствования благочестивого царя Иосии вот нашелся человек, пророк Сафония, который произнес пророчество и записал его так, что оно до нас дошло в письменном виде. Потому что в основном, конечно, книга посвящена именно разговору вот об этом впавшем в язычество Иерусалиме, о людях, которые уже давно забыли исключительность Бога Израилева и давно считают возможным поклоняться отнюдь не только единому Богу, но и буквально всем, кому попало, всем, кто может быть обнаружен на Ближнем Востоке в божественной, так сказать, сфере, особенно с сирийским богам. И вот дело ведь не только в том, что царская власть эту измену совершила. Царская власть, в конце концов, она такая вещь, которая предаст все, что угодно и продаст отца и мать, лишь бы сохранить власть. Что, собственно, с царем Моносии произошло, как мы знаем, да, и он и Бога Единого тоже ради этой низменной цели продал. И вот, тем не менее, Сафония обращается далеко не только к царям, но и к жителям Иерусалима, к жителям Иудеи вообще. Вот в таком контексте историческом звучит пророчество Сафонии. И, может быть, основная или одна из важнейших мыслей, которую пророк сообщает своим слушателям и нам сегодня, это его свидетельство о том, что наступает День Господень. Наступает День Господень, и это будет День Гнева. Через всю книгу красной нитью проходит эта мысль. Для пророка важно, что не бесконечно терпение Бога, не бесконечно будет Бог мириться с тем предательством и с той скверной, с той, в общем, низменной грязью, которой связаны все эти языческие культы, выдворившиеся в Иерусалиме. Не бесконечно это будет Бог выносить. Это, может быть, самое существенное, что Господь говорит через Сафонию. Кроме этого, конечно, речь идет в этих пророчествах о том, что Бог предъявляет свои требования нравственные отнюдь не только к Израилю, но и к другим окрестным народам, в том числе и к тем, кто понуждал из иерусалимских царей к выдворению этих самых языческих культов. Ну и, может быть, самая яркая нота в его пророчестве – это то, что в день Господень, о котором говорит Сафония, будет день гнева. Собственно, пророчество во втором стихе первой главы начинается словами «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. «Все истреблю людей и скот, птиц, рыб, соблазны вместе с нечестивыми, людей с лица земли, и прострую руку мою на Иудею, на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки ваала». Имя жрецов со священниками. Вот Господь говорит «хватит». Все, весь этот кошмар, который на земле существует, это поклонение ваалам, культовая проституция, принесение детей в жертву и тому подобное, все это настолько мерзко в очах Божьих, что все это будет уничтожено, все истреблю. Ну, конечно, для современного читателя хочется сказать, что ах, как это несправедливо! он должен был применить точечные удары, как говорят современные военные. Ну, потому что мы гораздо указывать Богу, как ему действовать, и не гораздо указывать себе, как исполнить завет Божий. Но вот пророки, Сафония в том числе, согласны, говорят о том, что человеческий грех, вот это поклонение ваалам, это действительно вещи, которые подрывают бытие мира, подрывают основание земли. И это истребление воспринимают все же скорее как последствия греха, а не как сознательно взвешенное и выверенное Богом, так сказать, ответное действие. Кроме того, еще очень важно, что Господь через Сафонию говорит «И простору руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Мы сталкивались с этим, когда читали книгу пророка Амоса. Для иудеев в самые разные эпохи, как тогда, так и шестью столетиями позже, так и раньше этого времени, было понятно, что гнев Божий может распространяться на языческие народы. Они языческие, они там нехорошие бяки и должны нести за это наказание. Но в большинстве случаев о себе-то они, бия себя пяткой в грудь, говорили «Мы народ богоносец!» Нас-то за что? И вот многие пророки, Сафония в том числе, говорит, что Бог смотрит на нравственную суть, не на какие-то формальности. Поэтому простру руку мою на жителей Иерусалима, на тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. На тех, кто клянется именем Господнем и своим царем. Стало быть, на самом деле, в этих нескольких стихах, самых первых, основные мысли Сафония формулирует. Он говорит о том, что люди поклоняются силе, люди поклоняются призрачному величию, потому что вне любви Божьей никакого подлинного величия быть не может. Все это остальное, это чисто такая сатанинская гордыня. И вот поэтому этих клянущихся своим царем, говорящих, что мы тут самые сильные, со страшной силой, вот против всего этого выступает Бог. И это гордыня, которая делает и народ Божий уязвимым и виноватым в предательстве. Совершенно поразительная, конечно, формулировка этого предательства, в шестом стихе Господь говорит о том, что Он простирает руку свою на тех, которые отступили от Бога, не искали Господа и не вопрошали о Нем. Это важная вещь, потому что далеко не всегда правда Божья, воля Божья понятны людям. Ну, потому что наш опыт рабства греху, наш опыт связанности какими-то жизненными обстоятельствами, он затрудняет для нас понимание Господа. Нам трудно бывает отличить, что для Бога важно, что нет. Ну, как говорили постсоветские времена, ну, нас этому не учили. Ну, нас действительно этому не учили, это правда. но Бог предъявляет претензии не тем, кого не учили, а тем, кто не искал Бога и не спрашивал о Нем. Вот это действительно очень важная вещь, я бы сказал, поучительная на все времена, потому что твоя ответственность искать Бога, спрашивать о Нем, пытаться узнать Бога и Его завет, чтобы Его исполнить. Теперь, дальше, о Дне Господнем пророк говорит, умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок День Господень, и в День Жертвы Господней я посещу князей сыновей царя. Стало быть, вот он обращается к Иерусалимской элите и говорит, молчите, близок День Господень, когда вот Бог посетит город, когда Бог посетит все высокое и превознесенное. Ну и, кроме того, еще конкретно для своего времени он говорит, посещу князей, сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Дело не в том, что там это, как опять же в моей юности говорили, штаны предполагаемого противника, в которых нельзя было приходить на военную кафедру. Нет, дело в том, что в сущности это фасоны на Ближнем Востоке у всех одинаковые. Речь идет о специальных одеждах для языческого культа, для языческого поклонения. Вот Господь говорит, посещу их, тех, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. насилием и обманом, культ культом, поклонение поклонением. Это важные вещи, конечно же, но ни один пророк не сосредотачивается только на культовых вопросах. Посещение Божье губительно для тех, кто извращает пути Господне, и это касается как культовой стороны, так и нравственной. И поэтому, вот он говорит, посещу тех, которые дом Господа наполняют насилием и обманом. И предупреждая об этом посещении, Господь говорит, я со светильником осмотрю Иерусалим. помните Диогена, который днем с фонарем искал человека. Ну, вот так же днем с огнем со светильником осмотрю Иерусалим. И Господь говорит о том, что он обнаружит в нем всех тех людей, которые сидят на дрожжах и говорят сердце своем не делает Господь ни добра, ни зла. Ну, по-видимому, речь идет о так называемых древних деистах, которые считали, что, ну, наверное, Бог где-то там существует, но нам от этого ни тепло, ни холодно. Он не вознаграждает за добро и не карает за зло. Не делает Господь ни добра, ни зла. И поэтому собственно эти люди делают вывод, что если Бога нет, то все позволено. Вот тоже, в общем, ничего нового и ничего особенно незнакомого для современного читателя. И продолжая эту речь, пророк говорит, близок великий день Господень, уже слышен голос дня Господня, вот этот день посещения очень быстро наступит. И действительно в жизни тех людей, которым обращается пророк Сафония, этот день посещения наступит весьма и весьма близко, в течение там меньше, чем четверти столетия. Но, конечно, мы не можем не обратить внимание и на то, что в Новом Завете очень сходно по звучанию проповедь Иоанна Крестителя, а потом и Господа Иисуса Христа, Царство Небес приблизилось. Вот близок этот день Господень для пророка это означает, что надо что-то делать с жизнью, надо ухитриться успеть к тому моменту, когда придет этот день гнева, день опустошения и разорения тьмы и мрака, облака и мглы. В этот день, говорит пророк от лица Господня, я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что согрешили против Господа. Пророк видит это дело так, что когда мы грешим против Бога, придаем Его Завет, поклоняемся всякой дряни, ну и собственной силе тоже, и наполняем Дом Господень насилием и обманом, мы становимся слепыми. У нас нет возможности изменить свои пути, изменить свою жизнь. Именно поэтому, кстати, сказать и в Новом Завете, и Крестители, и Господь говорят, покайтесь, повернитесь, потому что приблизилось Царство Небес. Если Господь не явит этого направления, мы не можем повернуться, мы не можем покаяться, просто потому что слепы. И вот в этот День Господень никакие человеческие силы, ни человеческое величие не имеют значения, и ни серебро, ни золото их, не может спасти в День Господень, потому что огнем ревности его будет пожрана вся эта земля, совершит он истребление над всеми жителями земли. Да, это не очень-то справедливо, наверное, но для пророка важно, что вот это предательство Бога, как ржавчина, как отрава, как вирус поражает все бытие мира. Субтитры